Здарова ребятки, с вами Стив Про, и за эту неделю накопилось довольно много информации, о которой мне стоило бы вам рассказать, поэтому запасайтесь вкусняшками и готовьтесь меня слушать. Ну что ж, а мы начинаем, и начнем мы с разработчика Томаса, который в этот раз удивил многих игроков Майнкрафта, именно своим твитом, цитирую его. Оказывается, я работал над секретной особенной работой, пост их правда довольно интересный, и мы знаем, что несколько месяцев назад разработчик Томас перешел к разработке компьютерной версии игры, именно поэтому данный твит может относиться к ней, да и к мобильной версии игры. Поэтому все это является полным секретом, и, друзья, все истинное знает только сам Томас, о котором он немножко расскажет попозже, ну я конечно надеюсь. Ну а мы переходим дальше, группа неофициальная Майнкрафта Fox Edition сообщает о том, что совсем скоро выйдет релиз версии 1.1, но мне кажется, все это является полным фейком, так как скриншот был сделан с Xbox или же с PlayStation, хотя постойте. Данный интерфейс можно сделать и в мобильной версии игры, и сменив безопасную зону, можно подключить джойстик, и можно сделать классический режим интерфейса. И тогда шкала жизни сделается такой, и кнопочки пропадут. Да, друзья, может быть это и правда-правда, но не знаю. Ну и после данного твита, разработчик Томас опять же написал, он извиняется за отсутствие информации о Майнкрафте Fox Edition, и все это связано с его секретной работой. Опять он здесь упомянует свою секретную работу, над чем же он работает. Многие игроки Майнкрафта подумали, что здесь ведется работа над крашенными стеклами. Ну здесь же может быть и броня, но я думаю, что разработчики знают, что многие игроки желают видеть в игре крашеные стекла, и именно этим можно считать секретную работу. Ну а мы движемся дальше. Следующий твит опять от неофициальной группы Майнкрафта. Здесь группа сообщает о том, что в скором будущем, а точнее в следующей версии Майнкрафта или в следующем билде, будет добавлена поддержка плоских, пользовательских плоских миров. И здесь мы видим, что мы можем сделать плоский песчаный мир, плоский мир из стекол, из воды, из лавы, да и из много чего. Также здесь мы видим полноценную вторую руку. И вот здесь мы видим новые предметы, а именно цветные стекла, пластинку и проигрыватель. И для взгляда данный пост является фейком на 90%, и всего лишь 10% здесь есть правды, так как поделать данный интерфейс довольно-довольно сложно. Ну и последний на сегодня твит, это твит от разработчика Джеба. Все же он не покидает нас и радует нас своими твитами. Один из игроков Майнкрафта спросил у него, будут ли добавлены новые звуки нодного блока в Майнкрафте Boxed Edition 1.1. И на что ему разработчик ответил, да, они будут добавлены. Это сильно радует, так как хотя бы какая-то новая функция будет добавлена в этой версии. И данную работу нельзя назвать секретной, поэтому над тем, с чем работает Томас, и остается полноценным секретом. И друзья, все истинное знает только он. И когда он это раскроет, нам неизвестно. Будет ли добавлено то, что делает он в релизе, тоже неизвестно. Ну а релиз будет в ближайшую неделю, или в ближайшую следующую неделю. Так как разработчиков нету в выходных 8 и 9 мая. Данный праздник у них не отмечается, потому что они живут в Швеции, а именно в Стокгольме. Но это не имеет значения. Ладно, если данная информация была для вас полезна, поддержите меня лайком и подпиской на канал. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем видеоролике. До скорых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!